При условии, что власть не сменится завтра и референдум пройдет при Лукашенко, возможно ли вообще говорить вот об этих прозрачных выборах референдуме, который может легитимизировать Конституцию? Я говорил, повторюсь, и это мнение, в принципе, всех людей, с кем мы общаемся, любые электоральные компании, которые проводят существующий режим, они по сути своей незаконны. И хотел бы обратить внимание на это зрителей, потому что также читал комментарии под Ютубом, и многие высказывали такие гневные речи о том, что зачем идти, почему идти и так далее. Любой референдум, неважно, там Конституционный или там любая компания, по сути сейчас она уже незаконная. Почему незаконная? Потому что референдум назначается указом. Указ в связи с тем, что президент незаконный, ну его не избрали. Указ незаконный. Но, повторюсь, выборы прошлого года, 20-го, они собрали, они показали мировому сообществу всю ту грязь и как проходят выборы у нас в Беларуси. Мы смогли доказать мировому сообществу и показать это, частично задокументировав. Понятно, что не все участки, но частично задокументировав. Но это, по сути, наша прямая обязанность. И не идти на избирательные участки нельзя. Я не говорю о том, что идти туда и с троем голосовать, как военные голосуют. Я говорю, что не идти нельзя. Потому что ваш голос вкинет кто-то другой. Возможно ли прозрачный выбор, если короткий ответ нет? Едва ли. Но я хотела, наверное, акцентировать внимание на том, что дата референдума сейчас не объявлена. Мы не знаем, когда он будет, а вдруг его не будет вообще. И эта тема, дискутируемая в обществе, в соцсетях про бойкот, я хочу развести на два этапа. На этап, когда объявлена дата референдума, и мы принимаем решение идти на участки голосования, либо не идти. И здесь, мне кажется, странным этот вопрос. Имеет ли это смысл, если непрозрачными будут выборы? И имеет ли смысл, имело ли смысл ходить в 2020 году на выборы президентские? Примерно такой же для меня вопрос. Как участвовать в референдуме, когда Лукашенко вынесет на голосование свои проекты Конституции? Здесь, скорее всего, противодействие. И нам нужно понимать, что мы, не участвуя, бойкотируя, включаем режим молчаливого согласия, за которым мы осуждали честных миков в 2020 году. Поэтому, если говорить об участии в референдуме, когда Лукашенко предложит белорусам выбор без выбора, то да, это противодействие, и мы должны использовать этот шанс и эту возможность. Но сейчас хочу акцентировать внимание. Референдум не объявлен. Мы пока не говорим о конкретных алгоритмах действия, как прийти, наблюдать или активно бойкотировать, вспоминая гармошками, либо как-то еще. Сейчас идет процесс уже обсуждения референдума, и кажется, или там выборов, да, и кажется, что это самый главный, наверное, этап для гражданского общества. И мне бы хотелось вот здесь развернуть эту мысль, потому что в том числе благодаря СМИ есть заблуждение. Голосование с фальсификациями, либо без них, это уже финальная точка. И в президентской кампании, в электоральной кампании 2020 года были кандидаты, были предвыборные кампании, было бурное обсуждение, были дебаты. Общество проснулось, возбудилось вокруг этой темы, и сейчас должно произойти то же самое. Белорусы должны сделать свой осознанный выбор, в какой стране они хотят жить. Не погружаться в проблематику сейчас, не вникать в тему Конституции сейчас, игнорировать, наверное, в этом смысле референдум, это, наверное, и есть бойкот. И я призываю в точке, когда вы приходите на избирательный участок, и сейчас, когда тема витает в воздухе, не бойкотировать, чтобы вы делали свой реальный осознанный выбор. В этом и смысл электоральной кампании, как я его вижу. Потому что то, что хочет сделать режим Лукашенко с этим государством, мы точно понимаем. Они знают, что они делают, и они делают. Но то, в какой стране хочет жить каждый белорус, есть ощущение, что не все до конца понимают. Хотите вы жить в президентской республике, в парламентской президентской или еще какой-то. И чтобы это решение принять, чтобы это был осознанный выбор, не погружаться в проблематику, не погружаться в тему. Сейчас нельзя бойкотировать этот вопрос. Давайте мы тогда сейчас обсудим формы наблюдения за чистотой выборов. Потому что понятно, ЦИК – самая закрытая организация, наверное, в Беларуси. Выборы, то есть мы ничего не знаем, когда, что. Но тем не менее, пока мы можем сейчас четко сартикулировать, какие у нас могут быть методы наблюдения за чистотой. По сути своей, все наблюдения, либо это краткосрочное, либо это длительное наблюдение в период голосования, в период формирования всевозможных комиссий, они в любую электоральную кампанию, они однотипные. Единственное, чем может отличаться, это введением дополнительных каких-то там препонов, с шторками, еще какую-нибудь ерунду придумают. Мы уже с другими инициативами обсуждали, допускали даже такой вариант, может быть, утопический, что как в Корее какой-нибудь там поставят автоматчик, который будет следить о том, чтобы поставили галочку, либо не поставили галочку. Ну, я же не знаю, до чего они додумаются. А так, ну, обычная процедура, то есть подсчет, явки, контроль за соблюдением избирательного законодательства в плане там организации, в выборах на участках там или в комиссиях. Я не знаю, что тут как бы нового можно было сказать. Вся старая процедура. Единственное, к чему готовимся мы, это мы получили такой фидбэк по прошлой кампании, и люди высказали, скажем так, что устраивало, что не устраивало, где там узкие места. Ну, вот это мы учитываем, поэтому платформу переделываем. И, ну, сейчас она будет, скажем так, более интуитивно понятна, без больших там поисков, затруднений и так далее. Ну, упростим работу людям и наблюдателям. Ну, нам просто придется пользоваться лайфхаками годичной давности, белые браслеты, гармошки, или еще какие-то лайфхаки, могут уже новые появляться. Елена, есть что добавить? Наверное, так тоже начну. Наблюдение за выборами, за референдумом, либо за процессом голосования. Разные вещи, к чему мы готовимся. Оно может быть официальным и неофициальным. Официальное наблюдение – это выбор каждого гражданина. У нас есть опыт 2020 года. Мы понимаем, что режим Лукашенко будет действовать еще жестче, скорее всего, и готовится тоже к этому процессу. И, ну, наверное, пришло и осознание того, что даже вне политики уже не является безопасностью, безопасным ходом для белорусов. Если говорить об участии, о наблюдении в каком-то виде, то вопрос, зачем мы наблюдаем. Если на референдуме будет вынесен проект Конституции только Лукашенко, проекта демократических сил белорусов не будет вынесено, то наблюдать за голосованием – спорный тезис, потому что это будет сценарий Лукашенко, который устроит его в любом случае, ибо это будет две Конституции Лукашенко. Куда ты поставишь галочку – неважно. В этом случае важнее, наверное, будет посчитать тех людей, которые против Лукашенко. И наша задача здесь – гражданских инициатив, политических штабов – дать возможность предложить алгоритм, предложить действия белорусам, которые позволят сказать «Лукашенко нет». Как это сделать? Вот сейчас мы активно обсуждаем это. Так, чтобы мы могли понять, сколько нас, этих людей, так, чтобы мы могли подготовить отчет о фальсификации, в том числе, и быть готовым к следующему шагу. Наверное, такой тезис я тоже заведу. Потому что в 2020 году мы посчитали этот отчет о фальсификации, и следующий шаг – мы помним, что происходило. Сейчас, наверное, ожидать, что режим спокойно отнесется к противодействию белорусов – нельзя. Поэтому наблюдать за тем, сколько будет поставлено галочек вопрос, нужно думать о том, как суметь посчитать тех, кто против Лукашенко, и как дать возможность белорусам, или продумать вместе с белорусами, как четко, доходчиво, визуально, ярко сказать «нет». Наверное, это будет порча бюллетеней, недействительность бюллетеней. Здесь нет конкретных пока действий. Ну и по подготовке наблюдателей, учитывая, что Елена прекрасно рассказала и про официальное, и про неофициальное наблюдение. По неофициальному мы, конечно, будем ждать ваших предложений, с удовольствием о них расскажем. А если говорить про официальную часть, вот в прошлом году очень много белорусов решили впервые в жизни проявить гражданскую активность, в том числе и благодаря информационным компаниям и Зубр, и «Честные люди», и стать официальными наблюдателями. Кто-то прошел, но за редким исключением, конечно, эту процедуру, и оказался на самом избирательном участке в качестве официального наблюдателя. Но в этом году стоит ли этого ожидать? Или все-таки есть какие-то другие процедуры? Или у вас будут особые инструкции на этот счет? На самом деле результаты кампании 2020 года и все то, что было после нее, ее последствия, очень сильно повлияли на сознание членов комиссии существующих и, возможно, следующих. Я ни один комментарий уже слышу о том, что люди изменились, и члены комиссии изменились. Ведь в прошлом году мы имели нормальные протоколы, нормальные я называю те, где посчитали правильно. Ну, условно правильно, скажем так, потому что мы не видели посчета голосов, поэтому можем говорить, что условно правильно. Сейчас члены комиссии понимают, что в прошлом году, если за ними наблюдали, и к чему это привело весь этот бардак и нарушение законов, то я не уверен, что в этом году они захотят этого повтора. Как бы то ни было, никто не запрещает гражданам приходить на участки. Это их право, и это их, по сути, обязанность. По дальнейшему сценарию я про это не говорю, потому что это не задача нашей платформы, мы говорим про наблюдение. Но то, что необходимо наблюдать, и мы обязаны наблюдать, даже если на так называемый референдум вынесется Конституция с круглого стола этого, или с Конституционной комиссией, мы все равно обязаны наблюдать. Мы должны показать, как проходили выборы, какие были нарушения, и сколько этих нарушений было. Это важно, в том числе и для последующего уголовного преследования. Это только уголовное преследование, и не что иное. Более того, наблюдение консолидирует общество. Это обучение, это чувство плеча. Просто сидеть на диване сейчас уже нельзя. Мы слишком далеко зашли, чтобы забыть то, что было в прошлом году. Если я правильно уловила мысль Сергея, то как раз-таки не обязательно в такой правовой форме участия в наблюдении, может быть, я солидарна с этой позицией. Мы думаем, и мы имеем этот опыт, и все белорусы помнят то, как боролся с нами режим в этот период. И, конечно, мы не будем наивными, и не будем идти по пути ожидания каждый раз, когда нас отвергнут. Наблюдение, участие в каком-то виде за этим процессом нужно. Зачем именно мы наблюдаем? Вот это уже другой вопрос. Нужно дойти до этапа референдума. Нужно понять, к чему мы, белорусы, будем готовы в этой точке, в этот день референдума. Чтобы это понять, в этом нужно участвовать. Поэтому в каком-то виде участия в самом наблюдении за голосованием однозначно нужно. Что мы будем наблюдать? Сколько не согласны с режимом Лукашенко, либо с его конституцией, и вовлекаться в этот процесс? Это уже дело второе. Прошлым летом мы все пользовались платформой «Голос», которая очень четко показала, сколько нас, что нас большинство. Может, стоит подключить эту платформу и к планируемому референдуму, несмотря что это фарс? Сейчас подключить в каком виде вопрос, чтобы сфотографировать в бюллетене? Ну, конечно, по этим классическим темам. Сергей тянет руку, хочет, так сказать, включать или не включать платформу. Да, на самом деле мы не один раз обсуждали с Павлом Либером предстоящую компанию, поэтому, как это, по-простому говоря, они в теме, и они готовятся к очередной кампании. Возможно, это будет, как Елена говорила, возможно, это будет не подсчет голосов, а именно подсчет протестных голосов. Это вопрос уже такой технический, но то, что «Голос» в этой кампании будет участвовать, это однозначно. Наверное, можно добавить так общими словами. Сейчас те платформы, гражданские инициативы, инструментарии, «Зубр», «Честные люди», «Голос» — это те люди и те инициативы, которые думают и вовлечены уже в эту избирательную кампанию, и мы вернемся с этим предложением. То есть сейчас, как вы видите, уже четкая позиция, что нет никакого бойкота, и мы не призываем к нему точно. В этом процессе нужно участвовать, готовиться. Точно нельзя создать ощущение даже, что мы легитимизируем режим, что мы соглашаемся с его сценариями, с сценариями Лукашенко. Об этом не идет речи. Здесь уже вопрос механики, техники, как говорит Сергей.